Молодежный парламент Мы сегодня поговорим. Здравствуйте, в эфире ОТВ программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии Илья Савельев, председатель молодежной территориальной комиссии, член территориальной избирательной комиссии города Одинцова. Здравствуйте, Илья. Добрый день. Илья, давайте по порядку начнем. Как давно в Одинцовском округе существует молодежный парламент? 2014 года. То есть, в принципе, срок-то такой уже не маленький. Ну, не юбилейный, но небольшой уже по сравнению с другими парламентами. Да. Мы были, наш тогда еще индивидуальный муниципальный парламент был одним из лидеров первой тройки, кто создал этот орган. И вы с 2014 года так или иначе причастны к молодежному парламенту? Да. Первый раз я был причастен как заместитель председателя молодежи парламента в 2014 году. Я тогда был студентом первого курса. Ну, а после я стал организовать выборы в этот орган. А вот почему решили присоединиться к молодежному парламенту? Отлично вы. Ну, я был студентом первого курса. Энергия была хоть от павля, как говорится, общественной. Надо было куда-то выплеснуть энергию. Ну, а так как я учился сейчас на ГМУ, ГУ, ГУ, на специализацию, то молодежный парламент, как говорится, для меня был, как говорится, общественной одушенной, чтобы заниматься общественной деятельностью. И энергия выплескивается, и польза приносится. А кто входит в молодежный парламент? Кто вообще имеет право туда входить? Ну, любой житель Одинцовского городского округа уже от 14 до 35 лет. А что нужно сделать, чтобы присоединиться к команде? Ну, смотрите, вы спросили, когда он появился. Он появился в 2014 году. В 2014 году он назначался. Единственный совет, который назначался. А после мы проводили выборы. Все по-серьезному. Конечно. И вот сейчас надо будет проводить выборы. И лидеры, скажем так, молодежи, молодежного мнения, должны избираться, быть избранными, как говорится, и они войдут в молодежный парламент. Всего в парламенте 40 мандатов, если правильно говорить. 10 – это у нас от организации молодежных объединений. И 30 – мажоритарные, то бишь по округам. Всего округов у нас 6. То есть в каждом округе будет 5 мандатов на избрание своего лидера. А вот насколько наша молодежь в политическом плане активна? Хотят так же, как и вы когда-то выплескивать энергию? Или где-то приходится направлять, подталкивать, подсказывать? – Ну, вы знаете, я думаю, кто-то такой философский вопрос. – Безусловно. – Философский, воспитательный. Кто хочет, тот пойдет, как говорится. Информация об этом есть везде. Об этом говорят. Любой молодой лидер, кто, как говорится, пытается заниматься общественной институтой, знает, что такое молодежный парламент. Знает, что с 11 мая у нас уже выборы. Что у нас ведется прием. Каждую субботу с 3 до 6. И приносит документы на подачу своей кандидатуры на выборы в молодежный парламент. – А какие документы нужно предоставить в избирательную комиссию? – Ну, мы упростили порядок подачи документов. Надо все же заполнить анкету про себя и собрать от 10 до 20 подписей. По тому округу, по которому ты идешь. Это если мажоритарная система по округу. Если мы берем от организации, то тут все очень просто. Организация молодежная. Мы не требуем никакой регистрации. Мы просим всего, чтобы они подтвердили, что они хотя бы в минимум год зачисляли общественную действие на территории Днецовского городского округа. И то бишь можно взять от организации выписку собрания членов, что они приняли решение об удвижении столько-то людей там от 1 до 10 в 6-10 мандатов. Выборы пройдут 31 июля 2021 года. Сейчас избирательная кампания должна быть в разгаре. Вот сколько сейчас можем говорить молодых людей? Днецовского округа заявила об участии. Я пока не могу об этом говорить. Пока это тайной останется. Когда утвердим решение, кого принять, кого отклонить, не дай бог, конечно, по каким-то причинам. Может быть, неправильно подписи собрали. Там, скажем, разными ручками это уже наказываем. Принципиально важно. Ну, знаете, если они планируют дальше заниматься общественной, политической деятельностью, в будущем позиции депутатов, то мы уже должны на этих стадиях воспитывать, как говорится, и приучать к этим процессам. Мы решили идти упростили этот процесс. Но когда они пойдут уже настоящие депутаты, как говорится, там все очень строго. И мы потихоньку их приучаем к этой дисциплине. А вот как молодые парламентарии ведут свою избирательную кампанию? Тоже наверняка, да, примерно те же правила действуют, как и во взрослый, так скажем, парламент. Что можно, чего нельзя? Ну, тут мы запрещать не можем. То есть только в день выборов не проводить агитацию. Ну и все. Ну так, ведите деятельность. Занимайтесь общественной деятельностью. В соцсетях себя рекламируйте. Ходите на телевидение. Если такое желание есть, я думаю, все могут найти телефон от ТВ и высказаться желанием к вам пойти на телевидение, высказать свою точку зрения. Правильно? Я думаю, что да. То как может, так и себя рекламирует, как говорит, собирает актив. Сейчас как раз-то экзамены закончились. Кто-то уже выпустился, кто-то аттестаты собирает, кто-то поступает. Так что времени, как говорится, еще есть. Все закрыто. Можете заниматься своей агитацией, молодые избиратели. За поправки Конституции, да, мы приходили на избирательные участки, но с соблюдением всех мер безопасности. Вот предварительное голосование Единой России проходило по смешанной системе. Да, и электронное голосование, плюс один очный день. Как будут проходить выборы в молодежный парламент? Этот вопрос мы сейчас изучаем. Мы, если честно, были собранием ТИКа, где мы как раз-то еще обсуждали. Мнение у нас разделилось. Кто-то, наш коллегиальный тоже орган, как говорится, кто-то хочет по традиции открывать участки. Но на это, конечно, надо маски, перчатки, антисептик. Не дай бог, что, как говорится. Так, мероприятие массовое. Я лично придерживаюсь электронного голосования. Но пока мы это обсуждаем. Но, скорее всего, будет электронное голосование. Электронное голосование также через верификацию на госуслугах? То есть все проще? Нет, намного проще. Мы сейчас рассматриваем площадки, где можно организовать электронное голосование, где, а, не будет накрутки, как было на выборах общественной палаты Московской области в 2014 году, в 2015 в этом промежутке. Когда за кандидатом голосовали электронно, ну, это известная история. Ну, и там один голос пять рублей, как говорится. Об этом писали на областных источниках СМИ. Так что мы рассматриваем вариант. Если мы не найдем такую площадку, где можно было организовать этот процесс без накрутки возможной, то тогда проведем традиционное голосование. Ну, а так у нас будут досрочные выборы. Это за один день до дня голосования. Это 30 июля. На молодежный 18 кабинет номер 8. Там сейчас МТИК располагается. Мы организуем участок с 8 до 8. СМИ, где любой желающий может прийти и проголосовать на бумаге, традиционно, как говорится. Проголосовать может любой желающий, независимо от возраста. Здесь уже возраст не играет никакого значения. Боюсь, вы не правы. Они могут проголосовать только от 14 до 30 лет. То же самое. Молодежь должна избирать молодежь. Они должны избрать своих лидеров. Мама с папой прийти проголосовать не смогут. Развернем. Как говорится. Все по-честному. Если увидим электронно, что они голосуют, что там должно быть у нас обязательно поле даты рождения, отклоним голос, как говорится. Нет, молодежь должна избирать своего молодежи. А то, не дай бог, изберут. Знаем мы, да, бабушек, дедушек, мам, пап, которые любят поддержать. Где надо и где, в общем-то, наверное, и не совсем надо. Когда будут известны результаты голосования? 31-го 8 часов мы закрываем прием. Голосовка, говорится. И будем сверять протоколы по округам. Списочно проверять, кто есть место, какие организации, сколько заняли по процентному барьеру. Тут сложно сказать. Скорее всего, мы закроем уже этот вопрос 1-го, 2-го августа. В этом диапазоне мы уже посчитаем, сформируем единый протокол, увидим, кто выиграл выборы, опубликуем список, напишем решение об утверждении результатов и объявим. А дальше уже. Первое заседание не за горами. Конечно. Примерно когда состоится? Ну, это уже не мне решать. Это уже молодые проломбитари. Молодежный парламент, три совета депутатов. Они это решают советы депутатов. Мы дадим список официально, кто выиграл наше решение, письмо. И там уже старшие кураторы будут организовывать первое заседание. Илья, ну как мы уже с вами сказали, сейчас избирательная кампания в разгаре. Где можно найти информацию о кандидатах, чтобы определиться, за кого голосовать, за кого не голосовать? Информацию о кандидатах мы вывесим, наверное, через две недели, только когда мы примем первое решение. Когда все будут утверждены. Или о подклонении. И тогда мы начнем потихоньку вывешивать кандидатов. Но мы не будем никого, как говорится, пиарить. Мы просто будем размещать списки. Кто как. А они уже сами, как я ранее говорил, должны о себе заявлять. Давайте сейчас напомним, да, в финале. Вдруг кто-то захочет сейчас выдвинуть свою кандидатуру в молодежный парламент. Если ему от 14 до 35 лет. Что нужно? На какие документы? Куда обращаться? В какие сроки, может быть? Я принимаю заявление, если я не ошибаюсь, до 29-го, включительно, до 6-ти часов, то мы специально продлили на максимум. До 29-го июня? Ля. Ля. Документы простые. Если мы идем по мажоритарной системе, а это именно по округам, где 5 мандатов на каждый округ, на все 6 округов, как и были на выборах депутатов округа, то там нужно следующее. Заполнить о себе анкету, фио, отчество, копия паспорта, подтвердить свою личность. Если он идет по первому округу, это город Одинцова часть, значит, будь добр, собери 10 подписей от 10 до 20 жителей, кто там живет. Насчет подписей хотел бы уточнить, тоже требуются молодежные подписи, потому что молодежь должна избирать молодежь, а не бабушка, дедушь, как вы сказали, своего внука. Это уже, когда ему исполнилось 18 лет, может участвовать, как самодвиженец, либо от политической партии, от той, которой он разделяет ее, скажем так, взгляды. А так, молодежь, молодежь, собери подпись, подань. Мы увидим, что ты молодежный лидер, проверим подписи, чтобы ты сам их не нарисовал, как говорится. Все, если хорошо, добро пожаловать в избирательную гонку. Спасибо большое, Илья, что пришли к нам сегодня в студию, а я обращаюсь к молодым людям от 14 до 35 лет. Именно эта часть нашего населения сейчас составляет молодежь. Можете избраться, а можете прийти и отдать свой голос за понравившегося кандидата, тогда, когда список кандидатов будет известен и, собственно, в день голосования. Спасибо всем, кто провел свое время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok